Польские правозащитники обеспокоены темпами депортации мусульман-эмигрантов под надуманными предлогами, связанными с экстремизмом и терроризмом. Проблемы мусульман Польши начались после того, как в декабре 2019 года в стране был арестован украинский мусульманин Максим М., которому предъявили обвинение в подготовке теракта в торговом центре. С тех пор каждый, кто был так или иначе знаком с Максимом, столкнулся с произволом спецслужб, а десятки мусульман были депортированы. Уроженцы Таджикистана Абдусалома сотрудники польской спецслужбы подкараулили на парковке. Они стали задавать вопросы о Максиме и других мусульманах, и хотя Абдусалом несколько раз повторил им, что лишь единожды видел фигуранта уголовного дела в мечети, Абдусалома тут же заковали в наручники и увезли в неизвестном направлении. В тот же день домой к его беременной жене Бибирукайе явились другие сотрудники спецслужб и забрали его паспорт. Вскоре состоялся суд по обвинениям, с которыми Абдусалома даже не ознакомили из соображений и секретности, но обвинения были связаны, очевидно, с терроризмом и шпионажем. Суд вынес постановление о припровождении Абдусалома в центр задержания, откуда его депортируют в Таджикистан. В конце сентября Польша депортировала пятерых таджиков по аналогичному обвинению. Это опасная ситуация, особенно в случае иностранцев, находящихся в Польше по соображениям безопасности, которые утверждают, что после депортации им может грозить арест и даже пытки, рассказала журналистам польский адвокат-правозащитник Молгожата Язвинска. Напомним, что власти Польши предвзято относятся к исповедующим ислам-соискателям убежища или дополнительной защиты. Периодически не только отказывают в предоставлении убежища мусульманам, как в случае с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым, но также часто выдают их для расправы режимом их стран. Так, например, в 2019 году власти Польши депортировали в Узбекистан политического активиста и блогера Рустама Карима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова